Для межсезонья. Я еще раз напоминаю, что погода у нас очень опасная в межсезонье. Иногда, да, вот казалось бы, вышел в блузочке, а нет, ветерок, холодно, и необходимо накинуть какой-нибудь жакет. Ну сейчас, Калина, наоборот, вот вышел на работу 6 утра, ох, как холодно, плюс 10, 1, 23. И мы обязательно должны иметь вот такой вот жакет, который заменит нам в холодное время дня верхнюю одежду, который прекрасно будет работать в сочетаемости общей нашей стилистики, общего нашего гардероба. Тем более, что жакет у нас с тобой совершенно велика, это авторская работа российских мастеров, это российское производство. Это вещь вязаная, это совершенно роскошное трикотажное изделие, довольно-таки плотное. Поэтому мы с тобой будем говорить о том, что этот жакет у нас с тобой вне сезона. Сейчас летом, предстоящим летом, это будет, конечно, верхняя одежда. Но именно с этим жакетом будем сочетать с тобой какие-то образы, составляя для зимы, для осени и для весны. Это будет основа нашего гардероба, и очень яркая основа, кстати говоря. У нас принты очень интересные с тобой используются. Этот цвет называется рыжий. Мы видим классическое исполнение леопардового принта с интересными вкраплениями такого кораллового цвета. Мы его разберем подробнейшим образом. Вот камера показывает крупно, может, даже еще крупнее. И мы с тобой увидим великолепное вкрапление коралловых нитей в эту вязанку, вязаные изделия. Не забывайте про состав, мы его рассмотрим более подробно. Ну а пока посмотрим другой цвет Любы нам показывает, который называется бежевый. А рисунок леопардовый сохранен. Итак, два цвета у нас на выбор. Идеальное предложение для зимы, для весны, для осени и, конечно же, для лета, чтобы накинуть теплую кофту. Но я обратила внимание, что ты знаешь, она плотная, она действительно нас будет согревать. У нас с тобой действительно теплый жакет, который летом будет верхней одеждой. Нам необходимо тепло это сохранить. Зелевязаная, трикотажная. Хлопок 60%, Наташа. И панк 40%. Двойная плотная вязка. Великолепно работает. Мы с тобой обязательно должны замеры произвести, потому что дистанционная покупка предусматривает, что мы с тобой сейчас все подробнейшим образом расскажем. И замеры будем проводить здесь, у нас на вешалке, конечно же, со спинки. Нам с тобой нужно по факту две мерки снять. Это мерка от проймы к пройме, это мерка ширины спины, это полуобхват называется груди. Давай посмотрим. Кстати, давайте сразу покажем, по-моему, с твоей стороны у нас с тобой. Да, действительно, покажи, пожалуйста, российское производство. Там у нас с тобой есть мерка 52, 52, 52 размер, плюс там уже написано, что хлопок 60% и 40% пан. Это очень важно. Это все-таки документы, все-таки паспорт изделия. Мы его с тобой посмотрели, и давай успеем, да, все по-честному, посмотрели, нам главное успеть сделать замеры. Смотрите, пожалуйста, внимательно, от проймы к пройме. В 52 размере у нас с тобой, естественно, есть дополнительный, есть допуск до 56 сантиметров. Зачем он нам? Для посадки правильно. Нам не нужно обтягивать и перетягивать фигуру. Нам нужны эталонные линии, и мы их получаем с добавлением заветных 4 сантиметров. Ну а посмотрите, какое у нас здесь животное, посмотрите, какой леопард.